Особое мнение на 101FM Городская жизнь как-то так вяло течет Все еще не проснулись, видимо, не отошли от праздников Кстати, школьных, различных образовательных новостей много Их мы с вами и обсудим А по поводу новостей городских, того, что в городе происходит Одна из последних, да, видимо, она прямо пока вы к нам ехали Из Вахруши и появилась в повестке И хочу с вами ее обсудить и вспомнить эту историю о том Что кировчанка Мария Пленкина оставила своего ребенка на 5 дней Как говорят в суде одну, без воды, еды, девочка умерла И вот сегодня во время прений прокурор попросил для нее 13 лет и 3 месяца колонии Вот буквально недавно где-то слышала новость о том Что за закладку подросткам дали примерно такой же срок Вот хочу просто ваше мнение услышать Справедливо в данном случае такое наказание? Я имею в виду именно Пленкину Мне трудно судить Все-таки здесь не знаю всех обстоятельств дела И я не следил за его рассмотрением, за какими-то деталями О чем, например, говорил адвокат Прокурор тоже наверняка обращается к каким-то статьям закона Поэтому я буду склонен доверять решению суда по данному вопросу Но, конечно, раз речь идет все-таки о гибели ребенка И если вина вот этой женщины, она будет целиком установлена И никаких смягчающих обстоятельств у нее нет То я думаю, что это адекватное наказание Ну, 13 лет это очень большой срок Поэтому это такое суровое наказание Но в данном случае, я думаю, оно будет справедливым То есть вам суровым оно кажется, да? Многие высказывают мнение, что это Ну, это Не так сурово, как должно бы быть Мне кажется, мы, может быть, привыкли к какой-то особой жестокости наказаний По самым разным преступлениям людей И проступкам людей Но мне кажется, что это суровое наказание Достаточно суровое наказание Ну, вот убийство это тоже называют совершенным с особой жестокостью? Вы говорите, что не следили за тем, что говорили адвокаты Прокурор просто вот хочу сказать, что адвокаты вообще попросила Заменить статью убийства на статью, значит, вот Совершенное по неосторожности убийство Убийство, совершенное с особой жестокостью Но убийство, совершенное по неосторожности Потому что, ну, мол, девушка просто вот оказалась загнана в такую жизненную ситуацию Воспитывала ребенка одна И, в общем-то, ну, ушла и ушла Но перекрыла воду и перекрыла Ну, как бы не думала, что умрет ребенок Ну, я думаю, что, конечно, не думала Трудно поверить в то, что она это делала целенаправленно Прогнозируя те последствия, которые наступили То, что она просто оказалась в данном случае дурой Можно так подобрать такое слово И в конечном итоге вот эта трагедия произошла Ну, вот они снимают с нее, конечно, вины То есть она все равно, раз мать, она должна была прогнозировать ситуацию Что я знаю, у нас большинство мамочек, они там О каждом шаге своего ребенка переживают А здесь оставляют его на несколько дней И не знаю, на что надеяться Поэтому, конечно, здесь вина ее очень серьезная Она же не просто вещь какого-то оставила, чтобы о неосторожности, да? И не на час в коляске там Или люди бывают в машине, закроют там Ребенка тоже бывают несчастные случаи, да? Вот мы читаем Понятно, что для родителей это большая трагедия Но там они иногда даже, может, подумать не успевают Что к чему это могло привести, они не подумали А когда ты оставляешь его на несколько дней Я думаю, у нее неоднократно мысль должна была возвращаться К ребенку, как он там Но она даже не попыталась проверить То есть это вообще очень странная какая-то ситуация Все ли у нее нормально с головой Я не знаю, проходила ли она психиатрика Проходила, да, все нормально То есть если нормально, вот мы признаем таких людей вменяемыми То и наказание должно быть, конечно, суровое достаточно, соответствующее Ну, мне кажется, что оно адекватно это наказание Хочу к другой теме перейти Начали говорить про ответственность О запрещенных веществах я упомянула Но вот есть такие снюсы, так называемые Они еще не запрещены Пока их продают в магазинах И купить их могут даже подростки Вот много об этом сейчас говорят Хочу спросить, вы в своей школе Столкнулись ли с этой проблемой Насколько вообще велик ее масштаб? Ну, может быть, масштабно мы не столкнулись Но проблема такая существует Были у нас случаи подозрений Что дети приобретали Ну, так скажем, с поличным никто пойман не был Работа была проведена С определенным контингентом ребят Вроде бы как таких реальных случаев не было Но из кулуарных разговоров С руководством разных образовательных учреждений Я понимаю, что эта проблема очень остро стоит И вообще мне не всегда понятно Как у нас появляются в свободной продаже Какие-то вещи Вот подобные продукты Которые таят за собой огромную угрозу Жизни и здоровью людей Или даже детей Каким-то образом они ведь на прилавки попадают Какие-то разрешения На такую продукцию Все равно, наверное, кто-то получает Когда она начинает их производить А у нас все время Приходится решать проблему уже постфактум Когда происходят какие-то уже несчастные случаи И машина наша, она бюрократическая, неповоротлива То есть если проблему мы узнали позавчера То пройдет не один месяц Чтобы окончательно по ней было принято какое-то решение Но я не знаю, как здесь выходить из ситуации Но я думаю, в каких-то случаях надо реагировать более жестко Мне вот понравилось то, что было дано поручение Роспотребнадзору Очень быстро разобраться с местами торговли Этими снюсами И на меня, например, лично выходили представители Нашего Слободского Роспотребнадзора То есть брали информацию о том Где могут продавать Кто может быть там потребителем Таким вот образом Я знаю, что они реагировали Объезжали населенные пункты И в общем-то там, где адекватные владельцы магазинов Которые дорожат своим бизнесом Своей репутацией Они, конечно, сразу принимают меры И ничего подобного потом у себя не допускают Они могли просто не знать Про подобное вещество Но есть, наверное, и те Кто будет целенаправленно на этом зарабатывать Искать себе сбыт Надо к ним уже принимать тогда меры Такого воздействия Со стороны правоохранительных органов Ну вот прокуратура сейчас обратилась в ЗАГС Собрание С инициативой законодательно запретить Ну правильно, молодцы Они реагируют своевременно, быстро К еще одной теме перейдем В России запустили программу «Земские докторы» Вот об этом объявили Земский учитель Земский учитель Она уже была, простите Да Земский учитель И вот у нас в регионе уже власти Объявили о старте О сборе заявок С 10 января И там до середины апреля До середины весны Их принимают Таким образом В районные сельские школы Собираются завлекать учителей Делать это с помощью миллиона рублей Вот у нас в регионе таких человек Таких счастливчиков Будет 10, которые получат этот миллион Там очень много условий Нужно уехать за 100 километров от дома Нужно пройти очень строгий отбор Вот хочу вас спросить А такие счастливчики вообще найдутся? Как думаете? Конечно найдутся Я думаю, что эта программа будет очень популярной Особенно среди молодых педагогов Я бы сам, например Если бы был лет на 20 помоложе Очень серьезно стал бы рассматривать вопрос Потому что получить миллион Приобрести квартиру 5 лет отработать В общем-то В обычной нормальной школе И затем уже дальше думать Над тем, как построить свое будущее Я думаю, это неплохо Это хорошо Ну то есть В качестве поддержки учителей Правильно я вас слышу Эта программа неплоха? В качестве поддержки Отдельных учителей Отдельных учителей Эту программу разработать Как я понял из его выступления Он хотел тем самым решить проблему Кадрового дефицита Педагогов в школах малых городов И сельской местности Если мы на регионы выделяем Даже 10 В некоторых регионах От 1, 2, 3, 4 Таких вакансий Есть где-то по одной вакансии Да, регионы? Есть такие, да Попадались мне С одной вакансии Но если мы привлечем 10 педагогов в школы региона В этом году 10 в следующем И еще через год Если 30 за 3 года Всем понятно, что мы Проблему кадровую не решим Она может решить проблемы Отдельных педагогов И отдельных школ Что тоже неплохо, конечно Например, в следующем году Мы тоже планируем поучаствовать В этой программе Земский учитель, если попадем Но мы надеемся, что мы попадем Потому что у нас есть необходимость Привлечения нескольких педагогов Да, ведь у нас есть скрытая Нехватка кадров То есть сейчас, на данный момент Все часы ведутся Но они ведутся таким образом Что, например, у нас Если взять среднюю нагрузку Учли русского языка Она за 30 Средняя нагрузка Учли иностранного языка Она близка к 40 часам Средняя нагрузка Учли математики За 30 То есть люди Многие из них немолодые Они вынуждены брать Огромную нагрузку Потому что больше некому вести Мы 1 сентября оказываемся В ситуации, когда Некому вести Те или иные часы Те или иные классы И, конечно, мы С удовольствием бы Приняли на работу Молодых педагогов Желающих поучаствовать В этой программе И сами бы вам в следующем году В этой программе Она решает что? Она решает кадровую проблему Или это просто вопрос Перераспределения кадров? Я сейчас объясню, о чем я говорю Вы находитесь Ну тут вот В 20 километрах от Кирова Да? Это значит, что Из Кирова к вам Не может поехать Не может Учитель То есть он, допустим Ну не знаю Грубо говоря Возьмем уржум Из которого к вам Приедет этот учитель Да? Останется без этого То есть останется Без специалиста Другой район Или на что Эта программа Тогда рассчитана? Какую проблему Вот в случае с вами Мы решим Кроме того, что Ну вот Вам найдется учитель Как и большинство Наших программ К сожалению Которые объявляются Теми или иными Государственными структурами Она призвана Просто обратить внимание Я не знаю Людей, которые Может быть далеки От образования В данной В данном вопросе И продемонстрировать Что вроде бы Государство что-то делает Чтобы решить Кадровую проблему То есть кое-что мы делаем Кое-что и кое-как Но вот Пытаемся Хотя мы понимаем Что Никаким заявленным целям Те средства, которые выбраны Для их решения Они не соответствуют Нам нужно уйти на 20-секундный перерыв И вернемся в студию Продолжается программа Особое мнение Сегодня его высказывает Директор средней школы Поселка Вахруш Игорь Олин Игорь Витальевич Вернемся к теме О которой начали говорить Программа Земский учитель Начали говорить о том Что это Насколько Насколько Эта программа Может решить Кадровую проблему Или это просто Некое Перераспределение И бонус За него Ну вот Выпускник Например Нашего Университета Если он Учитель Истории Он не сможет Приехать По этой программе К нам В Ахруше Работать 20 километров И он будет Смотреть Предложения По другим Регионам По Кирову Кстати вакансии Учлей истории Нет Вот из этих Десяти Которые Заявлены Я обратил Внимание Что есть такая Вакансия Во Владимирской Области Примерно 200 километров От нас Там другие Условия То есть Оказывается В каждом Регионе Там все-таки Своеобразные Условия И учлям Нужно Внимательно Посмотреть Именно Те условия Которые Предлагает Данный Регион Во Владимирской Области Они показались Мне Более Выгодными Для Учителя Чем В нашем Регионе По каким Позициям Ну прежде всего Каждый Ведь думает 5 лет Это немалый Срок Всякое Может произойти В жизни И по инициативе Работодателя Те могут Уволить И самому Вдруг Ну что-то Там произойдет Нужно Уволиться У нас В регионе Все-таки Весь этот Миллион Нужно При любых Обстоятельствах Увольнения Возвращать Будет Полностью А Владимирская Область Предполагает Возвращение Пропорционально Отработанному Количеству Времени То есть Это все-таки Более справедливый Подход На мой взгляд То есть Может Последовать Вообще Отток Кадров Из нашего Региона Получается Слушая вас Да нет Особого оттока Не будет Потому что Сама программа Предполагает Очень малое Количество Таких Вакансий Поэтому особо Никто не уедет И конечно Нужно обладать Все-таки Достаточно Большой смелостью Чтобы рискнуть Уехать в другой регион Получить этот миллион Но ведь все равно Надо решать Самые обычные Бытовые проблемы Ты миллион-то получишь Но все равно Где-то жить Ты должен Какое-то Имущество С собой Ты должен Привезти Ну и так далее Поэтому Конечно Эта программа В основном Наверное Для Мобильных Очень людей Больше Для молодых Но все-таки Она предполагает До 55 лет То есть Каждый может Попробовать Поучаствовать В этой программе Там кстати Условия Не сказать Что какие-то Уж очень жесткие Просто Во время отбора Может быть И много Претендентов Там будут Смотреть На уровень Квалификации И на некоторые Другие признаки Чтобы учитель Все-таки И приехал Более подходящий Для данной Образовательной Организации У нас ведь было По-моему Что-то похожее По-моему 500 тысяч Выплачивали Да Только там Без конкурса Были и раньше Да Были Несколько лет назад И наш регион В них тоже участвовал И федеральные программы Были Поэтому Мне непонятно Зачем Снова повторять То что уже было И то что не сработало Никакая кадровая проблема Решена не была Здесь конечно Надо браться С гораздо большими масштабами И с большим рвением И думать над чем-то Немножко другим Ну вот это Это видится Как бонус Скорее Учителям Да А вот какой Должна быть программа Которая могла бы решить Реально проблему Ну сходу Конечно Мне не сказать Все-таки у нас Люди В специальных Органах Этим занимаются Разработками программ Я не знаю Что их сдерживает Может быть изначально Им дают такие условия Ну ограниченные Определенными Бюджетными рамками То есть если тебе дали Определенную сумму И сказали за рамки Не выходить То им и приходится Вот что-то придумывать Что в конечном итоге Нас не устраивает Поэтому наверное Решение должно быть Даже не внутри Минпроса Вот все-таки Эта программа Разработана Министерством просвещения В рамках Я так думаю Своего бюджета Такие программы Должны разрабатываться На уровне правительства На уровне государственной думы Какими-то серьезными Рабочими группами С привлечением Ну ученых По разным направлениям Которые могли бы Спрогнозировать Что нужно сделать Вот так Чтобы решить Проблему кадров Пока таких вот Серьезных Программ Не встречается В нашей отрасли Особенно Да и вообще Наверное Все программы Направленные На улучшение жизни В районах На селе Какие-то они мелкие И не решают По большому счету Серьезно Проблем Ну Они конечно И не назвать Плохой Да Я говорю Она будет В чем-то Хороша Для отдельных Учлений Для отдельных Населенных Пунктов Для отдельных Школ Но при этом В целом Никакие проблемы Сняты Не будут К следующей теме Хочу перейти Сейчас все обсуждают Только что Вот мы с вами Слышали В новостях В московских О том Что счетная палата Анализирует Реализацию Нацпроектов Очень много Разных Замечаний И вот Были высказаны Они и по Нацпроекту Образование И вот хочу Просто может быть По одному По двум Пройтись И Обсудить их С вами Например В нацпроекте Не предусмотрены Мероприятия Обеспечивающие Повышение Престижа Проф. Образование Или Так Сейчас я Найду Цитату Нет Мероприятий Направленных На формирование Предпринимательских Навыков То есть Предприимчивость Вот об этом Интересно Поговорить Как думаете Вообще Нужное Это не загрузили Мы еще Школьников Для того Что Ну куда Еще Что-то Или поменять Что-то Ненужное Убрать Что-то Ненужное А предпринимательство Все-таки Включить В школьную Программу Я когда Мне даже Мне даже захотелось Поподробнее Прочитать Как они Вообще Проанализировали Систему Образования Или просто Журналисты Выбрали Какие-то Интересные Им Отдельные Моменты Были выбраны Интересные Моменты Потому что Вот по предпринимательству, с одной стороны, все предложения, которые я слышу от самых разных или учреждений, или людей, которые интересуются системой образования, что неплохо бы детям такие навыки привыкать, неплохо бы такую отрасль знаний вести, они ведь все не на пустом месте рождаются. Ну, кто будет против, если наши дети будут разбираться в финансовой грамотности, обладать какими-то навыками предпринимательской деятельности и тому подобное. Но нужен, опять же, вот как счетная палата подходит, нужен системный анализ в целом наших образовательных программ, то, что мы сегодня предлагаем в школе. Действительно, они, может быть, чем-то перегружены, они действительно, может быть, необходимо их пересматривать в каком-то ключе. Но у нас ведь множество академий самых различных образований сегодня, множество докторов наук педагогических. Поэтому, но нет структуры, опять же, которая могла бы вот так проанализировав все и обратившись, может быть, к педагогическим коллективам, к методистам, институтам развития образования. Но вообще ко всем участникам образовательного процесса провести такую, это будет очень серьезная, гигантская работа, потому что к содержанию образования сегодня очень много вопросов возникает у всех. Недовольны мы содержанием образования. Ну, то есть у нас что-то добавляется, а в целом система не меняется. Да, мы все пытаемся, как бы, вот это свое недовольство, ну, так скажем, что-то причесать. Да, вот давайте вот это чуть-чуть уберем, сюда чуть-чуть добавим. И это все делается непродуманно, спонтанно, с бухты-барахты. Поэтому и я не верю в то, что если мы добавим предпринимательскую грамотность, то что-то у нас в лучшую сторону изменится. Здесь нужен такой очень серьезный подход и продуманная, очень серьезная, скрупулезная работа со стороны большой очень группы специалистов. А в каком смысле вы, о чем вы говорите, что ничего не изменится, если мы добавим предпринимательство? Мы добавим, например, шахматы, добавим и футбол. Что там еще предлагали нам добавить? Астрономию, по-моему, добавили, да? Ну, сейчас вот астрономию добавили. Но в то же самое время, например, мы чувствуем, что то, что мы... Я вот сейчас беру своего ребенка, шестиклассника, некоторые учебники листаю. Я возмущен очень часто тем, что там предлагают учить шестиклассника. Почему сегодня родители со мной, когда начинают говорить об учебниках, многие из них, ну, не многие пусть, но некоторые из них достают репринтные издания 50-60-х годов, чтобы по ним обучать своих детей. Почему у нас сегодня некоторые родители, небольшой пока процент, но они уходят из школы на семейную форму образования, выводят детей, сами подбирают себе учебники и могут, в общем-то, обосновать, почему их, вот тот учебно-методический комплект, который они выбирают, их устраивает гораздо больше, чем то, что предлагает школа. Сегодня многие родители недовольны тем, как школа учит. Я смотрю, вот там, например, в Фейсбуке уважаемые люди обсуждают, да, сейчас плохо учителя стали учить, раньше, да, всегда, там, говорят, вроде, не важно, учили, но раньше нет, лучше, например, учили. Вот так вот такие обсуждения идут, родители недовольны, общественность недовольна, сами педагоги часто недовольны, потому что учительница у меня русского языка в учительской рассуждает, ну как можно привить любовь к литературе, если на Блока один час, на Есенина один час, на Ахматову один час, на весь Серебряный век русской культуры один час. Почему раньше Евгения Онегина мы изучали 8 часов, сейчас 2 часа, когда детям там читать, когда им красоту поэзии понять, да, я как учитель истории могу про это же самое сказать. То есть, вообще-то, наши стандарты и наши программы, они требуют пересмотра, недовольство, да, оно копится, но пока все предложения, они обращают внимание на какие-то детали, но не в целом пытаются решить проблему, а чтобы решить проблему, нужно и серьезно заняться, и какие-то серьезные силы на нее бросить. У нас сейчас перерыв на рекламу, вернемся в студию и продолжим. Особое мнение на 101FM Да, это действительно программа «Особое мнение», веду ее сегодня я, Мария Кожевникова, высказывает свое особое мнение директор средней школы поселка Вахруши Игорь Олин. Игорь Витальевич, еще есть несколько тем, хочу с вами обсудить. Ну вот как раз начали уже разговор о большой загруженности детей. Многие родители возмущаются, в том числе у меня много таких знакомых, когда там все практически свободное время после работы приходится тратить на то, чтобы учить дома уроки с детьми. И вот эту проблему уже подняли на федеральном уровне. И в частности и наш губернатор Игорь Васильев, который руководит рабочей подгруппой образования в госсовете, высказал мысль о том, чтобы сделать нашу школу школой полного дня. То есть ребенок уходит утром, приходит вечером с выученными уроками, потому что делает это в школе. Вот вы такую идею как оцениваете? Видите, здесь я с двух сторон хочу, чтобы вы ответили. И как учитель, насколько там в школе это реально, да, осуществить в нашей кировской школе? И насколько с точки зрения там родителей, как родители вы на это смотрите, идеи? У нас есть школа полного дня. Вот я, например, если дежурный по школе, то я прихожу к 8 часам утра, когда начинается первый урок. А последний урок у нас заканчивается в 7 вечера. Это не школа полного дня. То есть мы занимаемся практически 11 часов. Вот у меня рабочий день, и любого дежурного в этот день, он 11 часов. Это две смены или что это? Да, потому что у нас одна смена занимается в первой половине дня, а вторая, это 300 человек, они занимаются во второй половине дня. И я думаю, что подавляющее большинство городских школ у нас находятся в точно такой же ситуации. То есть в таких условиях просить... Поэтому у нас просто нет свободных кабинетов. И свободных учителей. И свободных учителей, да. Вторая сторона проблемы. Чтобы была школа полного дня, должны быть педагоги-организаторы, педагоги доп. образования, которые будут в вечернее время заниматься с детьми. У меня друзья работают в Петербурге, и один из них, он как раз отвечает за вечернюю составляющую школы. И он рассказывает, там много полезных, конечно, таких вещей реализуется, много кружков. Но опять же приведу пример по нашему, например, штатному расписанию. Ну, он, конечно, связан еще и с тем, что новый стандарт сейчас, который предполагает, кроме просто уроков, еще и направление внеурочной деятельности, оно сейчас же ведется по новым стандартам. Но если говорить просто о кружках, к которым мы привыкли по своему детству, и родители все их прекрасно представляют, то если у нас несколько лет назад было 4,5 ставки педагога доп. образования, то сейчас осталось полторы. То есть количество кружков у нас неизменно в общеобразовательной школе уменьшается. И выбор у нас очень невелик, кружков. Хорошо, когда в городе или у нас поселке, у нас вообще-то там как бы здорово, да, там есть спортивная школа, музыкальная школа, центр внешкольной работы, дом культуры, все они предлагают кучу кружков, там много куда можно пойти заниматься вечером. Но непосредственно в самой школе сегодня нет просто людей, которые бы стали занимать детей в вечернее время полный день. Кому занимать-то? Мы всех потеряли. Посмотрите, я знаю людей, которые с такой огромной обидой оставили систему образования, они вели технические кружки. Это мужчины, вот они моего возраста, они отдавали там по 15-20 лет, тянули этих детей, занимались там моделированием, там самыми разными вещами, но в конечном итоге плюнули на все из-за этих позорных заработных плат, из-за того, что их лишили потом льготного возможности выйти на льготную пенсию и много каких других вещей. То есть столько наломали дров, а сегодня мы говорим, давайте будем занимать там чем-то детей, сейчас некому их заниматься. Да у нас сегодня мужчин-то в школах не осталось. Чем мальчиков занимать в школе? Чем мальчиков занимать? Еще с девчонками-то ладно, там найдут, чем заниматься они. Мальчишек занять сегодня в школе очень сложно, потому что просто мужчин не хватает, их просто нет. Поэтому надо думать комплексно, как решать эти проблемы. Идея хорошая, но на практике у нас все почему-то приходит к своему обратному результату. Все мы думаем о хороших вещах, но когда начинаем делать, ничего у нас не получается. Ну, наверное, вот я не могу смотреть с точки зрения учителя, но с точки зрения матери мне, конечно, кажется, что это прямо очень хорошо, потому что я пока мать не школьника, но я с трудом, правда, представляю, как организовать быты, когда у тебя ребенок заканчивает первоклассник-второклассник учебу в 12-13 часов дня, и все, и он должен идти домой, получается, а дома никого нет. Что с этим делать? Организовать все очень просто. Нужно помещение, и нужен человек, который в этом помещении специалист, педагог стал бы работать. Если у нас пока нет ни того, ни другого, то это все только на уровне фантазии и маниловских прожектов. Еще одна тема. Между школами области распределили 100 миллионов рублей. Между лучшими школами области не так давно постановление появилось на сайте правительства. Поддержку финансовую получают 15 лицеев и гимназий из нескольких районов области и из Кирова. Ну, в том числе и из Слободского района, по-моему, одна есть, в районе школа и в самом Слободском одна школа. Деньги выделяются из областного бюджета учреждениям, обеспечивающим высокое качество образования. И вот здесь у меня вопрос. Мы, получается, помогаем лучшим школам для того, чтобы они стали еще лучше. Как с остальными? Ну, этим школам всегда помогали. Это лицеи и гимназии, которые являются маяками у нас в образовании, которые обеспечивают и всегда обеспечивали очень высокие результаты выступления наших школьников на Олимпиадах всероссийских. И, в общем-то, результаты Кировской области всегда здесь были очень высокими. Ну, все мы знаем, да, физма от лицеи, лицеи естественных наук и целый ряд других учебных заведений. А, ну, может быть, да, тут еще и идет речь о ряде школ, которые реализуют программы углубленного изучения в районах. Ну, с одной стороны, непонятна позиция министерства, которое из года в год подобные программы реализует. Раньше были немножко, может быть, другие формы поддержки подобных учебных заведений. Сейчас они вот вышли вот в эту программу ТОП-25, она была, да, сейчас вот ТОП-15 вы ее назвали. Непонятна их позиция, что нужно все-таки, чтобы дети достойно выступали на разного рода конкурсах, олимпиадах, и Кировская область была там представлена. Но в то же самое время, как представитель массовой другой школы, да, вообще образовательной массовой школы, конечно, мне хотелось бы, чтобы больше внимания уделяли нашим проблемам. Но денег на всех не хватает. Вот пока идут у нас по пути поддержки лучших. То есть все-таки для того, чтобы там держались кадры, чтобы у них было обеспечение на уровне, но если не столичных школ, что хотя бы близких к столичным школам, потому что иначе как конкурировать-то? Если всех поставить в условия нищеты, в которой мы находимся, например, да? Если бы, имеете в виду, одинаково всем распределяет, да? То вообще никаких результатов не будет. То есть, наверное, подход пока такой, концентрировать ресурсы там, где можно ждать или сохранять результат, которого добились раньше. Здесь, наверное, на уровне только одного региона дотационного проблему не решить. Мне всегда больше, конечно, импонировала система немножко другая. Приводил уже такой пример, связанный со спортом в НХЛ, в Национальной хоккейной лиге, система драфта, когда клуб, который занял последнее место в чемпионате регулярном, получает право первому выбрать самого сильного игрока молодого на драфт. То есть там все время поддерживается система конкуренции, чтобы слабых подтягивать до уровня сильных. Вот таким вот образом. Но у нас в стране никогда подобная система не реализовывалась. То есть у нас всегда и в спорте, и везде всегда все-таки были, ну, по-разному можно назвать, можно назвать любимчики, можно действительно назвать лучшие, потому что на самом деле по многим показателям лучше их поддерживать, их всегда поддерживали. Но вот сегодня вы вспоминали, опять же, этот анализ счетной палаты. Я обратил внимание на то, что из всех денег гигантских, которые нам говорят, вроде бы гигантских денег, которые идут на нас проекты, на систему образования, 77% — это зарплата. И только 1,7%, то есть чуть больше полутора процентов — это современное оборудование и капремонт. Ну о чем говорить? Если мы говорим, что такие у нас глобальные проекты, мы столько денег даем на образование, а в реальности почти все уходит на текущие расходы, а то, что на какие-то прорывные моменты мы выделяем полтора процента, можно сравнить с развитыми странами мира, то на самом деле у нас в образовании мало что меняется. К сожалению, у нас больше такой кипучей бумажной деятельности, много очень проектов, и хороших в том числе проектов, много очень ценных и замечательных предложений, но как только доходит до стадии реализации, у нас на образовании никогда не находится средств, потому что жизнь идет, и всегда возникают какие-то ситуации, надо деньги потратить туда-туда и снимают с кого? С образования. Мы видели же в декабре этого года, с кого сняли? 5 миллиардов. Системы образования. Что, нам деньги были не нужны в системе образования в прошлом году, а в этом году они вдруг в нацпроекты пойдут? Да нет. Точно так же вот все это заявили, год будет заканчиваться, мы увидим, что опять же системы образования сдернут несколько миллиардов. пока не изменится в целом политическое направление, которое будет ставить в качестве приоритетов образование, что общество давно уже требует, образование, медицину. А у нас только говорят, но не ставят. Хотя, что в нашем бюджете, что в российском больше, ну, возьмем наш бюджет, большая часть бюджета это как раз расходы на социалку. Да потому что у нас бюджет дохлый. И расходы на социалку у нас. Значит, сама система формирования этого бюджета, когда у нас отдельно какие-то люди, недавно тут называли цифру, за год разбогатели на сумму, их всего несколько человек в списке Forbes, большую, чем все остальное население страны вместе взятое, значит, надо решать как-то эти проблемы. Почему надо только людей раздражать, публикуя доходы топ-менеджеров, что вот они там на 10 человек распределили 15 миллиардов своих личных доходов, и отвечать нам, что да вот на их место никто не придет, они такие великие. Так если они такие великие, их что в западных компаниях возьмут? Западные фирмы, я не уверен в этом. Надо перераспределять саму систему. Сама система у нас слишком, она ультралиберальная, ультралиберальная экономика у нас, ультралиберальная, полностью, конечно, в интересах крупной буржуазии, олигархов, поэтому с такой экономикой в принципе решать какие-то социальные проблемы можно только виртуально и вот так вот такими мелкими программами, о которых мы сегодня говорим. Заканчивается наше время и заканчивается наша программа. Игорь Витальевич, спасибо вам большое, доброго дня вам и всем слушателям.